Известный российский кинорежиссер Станислав Говорохин провел творческую встречу с представителями общественности в САФУ. Полный зал, полтора часа дискуссии о творчестве, политике и жизни. Мэтр кинорежиссора, создатель таких известных фильмов, как «Десять негритят», «Место встречи изменить нельзя», «Ворошиловский стрелок» и многие другие, поделился историей о том, как он пришел в мир киноиндустрии. Вижу, снимается с кино. И все бегают, цветятся, перетаскивают реквизит, переставляют приборы, свет. И только один человек сидит в кресле и курит, ему приносят чай, опию, что-то шепчут на ушко, он кивает головой. Я спрашиваю, кто это? Мне говорят, это режиссер фильма, Марк Донской. Я тогда у меня в голове, конечно, никакого еще кина не было. Я просто любил ходить в кино. Но я просидел еще тогда, отметил, думаю, вот профессия. В тот момент Станислав Говорохин был выпускником Казанского университета по специальности геолог. Он вспоминает, что занимался поиском нефти. Только искал, оцени там, где надо, на территории Южного Борота, Ферганской долины. Вскоре после этого Говорохин стал работать на телевидении. Несколько позже поступил на режиссерское отделение в мастерскую Якова Сегеля в Авгик. О сегодняшних временах режиссер говорит с некоторой грустью. Мне кажется, что сегодня многие деятели культуры, особенно, восприняли свободу, как свободу безответственности, безнаказанности. Вот каждый режиссер, к примеру, должен понимать, какое у него в руках страшное оружие. Он ведь может разбудить в зрителе, особенно в молодом человеке, благородные чувства, затронуть самые чувствительные струны его сердца, побудить его к добрым и благородным поступкам, а может разбудить в нем животные и низменные инстинкты. Это огромная ответственность. И, к сожалению, на большинство наших кинодеятелей этого не понимают. Это не первый визит Станислава Сергеевича в наш регион. В 2009 году режиссер приезжал в Архангельский Северодвинск с кинокартиной «Пассажирка». В этот раз он привез новый фильм в стиле джаз. Сейчас в работе еще одна картина. Это детектив, снятый как черно-белое кино. Это особая задумка режиссера. Я вообще люблю черно-белое кино и знаю, что очень многие любят. И очень часто наблюдаю, что человек листает, скажем, телевизор, и вдруг наткнулся на черно-белое изображение, он тут же остановится. Потому что это или старое, а значит хорошее кино, или это хроника, что всегда интересно. По окончании встречи состоялась премьера новой картины режиссера в Драматическом театре имени Ломоносова. Елена Сергеенкова, Петр Меньшиков, Артем Юдин, Медиа-центр САФУ, Арктический мост.